Сегодня у нас вебинар, который посвящен системе оценивания цифровой образовательной среды мобильного и электронного образования. Он также будет состоять из двух частей. В первой части будет у нас вас делиться нашим опытом. Это наш методист, отдела методического сопровождения и апробации компании мобильного и электронного образования Кириллова Ольга Алексеевна. Ну и завершу. Отвлеку вас на несколько минут. Буквально недолго я сегодня вас буду держать. Уже более практические советы, которые, возможно, тоже вам помогут при организации промежуточной аттестации. Сразу, я думаю, сейчас Ольга Алексеевна еще добавит несколько слов о технических вопросах по нашим демонстрационным материалам. Пожалуйста, Ольга Алексеевна. Здравствуйте, коллеги. Еще раз хочу с вами поздороваться. Рада всех приветствовать. Вижу, что сегодня у нас очень широкая география нашего вебинара. Рады всех приветствовать. Очень рада, что коллеги из разных городов присоединяются к нашим вебинарам. Что касается технических моментов, это то, что мы сегодня будем работать с презентацией, как и всегда, и они доступны для скачивания в папочке ресурсов. Пожалуйста, пользуйтесь, если вам это необходимо. Я думаю, что мы, в принципе, можем начинать уже 11 утра, и у нас сегодня много информации, поэтому нам нужно хорошо, плодотворно поработать. Мы сегодня, как Оксана Валерьевна уже сказала, будем говорить о системе оценивания, о том, как она представлена в нашей системе мобильное и электронное образование, и какие инструменты нам позволяют контролировать процесс выставления отметок. Мы сегодня вам все это покажем. Первое, о чем хотелось бы сказать, это то, что все задания в наших интернет-уроках, в наших курсах, они условно делятся на две такие большие группы. Если говорить о системе оценивания, это те задания, которые у нас проверяет компьютер, это задания с автоматической проверкой результата, и те задания, которые проверяете вы как учитель, те задания, которые уже компьютер, соответственно, не проверяет, отметку должны выставить вы. Так, коллеги, прошу не пролистывать слайды, пожалуйста. К заданиям с автоматической проверкой результата у нас относятся тренажеры, и мы подробнее поговорим об этом позже, о каждом типе задания, их проверяет компьютер, и контрольные задания в виде тестов «Проверь себя». Задания с открытым ответом у нас представлены в вариативной части и в инвариантной. Сейчас поговорим о том подробнее, о каждом типе заданий и что им соответствует. Итак, задания-тренажеры, как я уже говорила, они у нас с автоматической проверкой результата. Здесь у нас отметка не выставляется в принципе, но выставляется косвенно. Компьютер подсказывает ребенку, как он справился с выполнением данного задания. Если он справился без ошибок, то компьютер скажет, что он молодец. Если он совершил какие-то ошибки, то компьютер предложит повторить еще раз. На слайде вы видите фрагменты тех заданий-тренажеров, которые у нас представлены в наших курсах. Я сразу скажу, что в каждом курсе, вне зависимости от предмета, есть такая типология заданий. И что им характерно? То, что ребенок может выполнять это задание неограниченное количество раз. Какую цель мы здесь ставим перед собой, чтобы ребенок без страха совершить ошибку, без страха того, что он получит плохую отметку, мог выполнять эти задания, мог оттачивать свои навыки, получать новые знания. Все это, как вы видите на слайде, делается в очень интересной, яркой, красочной форме. Здесь абсолютно разные есть варианты выполнения заданий-тренажеров. Это и в формате кроссфордов. Обратите внимание на слайде. В формате выбора из не спадающего списка правильных ответов. Это различные перетаскивания, поиски соответствий. Но сразу оговорюсь, у нас учащиеся очень любят такие задания, наверное, потому что они не могут получить плохую отметку, и потому что это действительно интересное задание на отработку тех или иных навыков. Двигаемся с вами дальше. Еще один тип заданий из тех, которые проверяются автоматически, это контрольные задания. Они у нас в тестовой форме. Здесь учитель у нас может только наблюдать за процессом выполнения. Затем компьютер цветовой индикации показывает, каким образом справился ребенок с тем или иным тестовым заданием. И говорит цветом, правильно или нет, зеленым или красным, в том числе и подсказывая ребенку о том, какой правильный или неправильный ответ дал он на эти задания. Обратите внимание, каким образом они у нас обозначаются. Это галочка зелененькая. Таким образом они обозначаются абсолютно во всех интернет-уроках. И повторюсь, они у нас проверяются автоматически. Отметка за выполнение тестов «Проверь себя» выставляется, переносится вернее автоматически в электронный журнал. Не сказала это про тренажеры, так как отметка не предполагается. Естественно, что и в формировании итоговой отметки не учитывается прохождение этих тестов. Ну и, собственно, в электронный журнал они тоже не идут. Двигаемся с вами дальше. Здесь мы показываем о том, какие бывают задания в тестовой форме. Они у нас бывают с открытого типа и открытого типа, когда вам нужно что-то дополнить. И задания в закрытой форме на установление последовательности, на установление соответствий. Можно выбрать вариант ответа одного или нескольких. Переходим уже с вами к тому, Оксана Валерьевна пишет в чате, что плохо слышно. Подскажите, вроде бы все в порядке, нет? Нет, все хорошо. Коллеги, если есть какие-то проблемы, попробуйте у себя, пожалуйста, либо сделать погромче, либо выйти, зайти в вебинарную комнату, потому что… Алексей, тоже поближе, может быть, микрофончик. Так, мы с вами перешли ко второй части типов наших заданий. Это задания уже, которые требуют нашего участия, учителей, проверки результатов выполнения этих заданий нашими учениками. И начнем с вами с тех заданий к занятию. Это тот тип заданий, который предваряет все интернет-уроки и является таким ключевым в самом занятии. Все, вижу, что теперь хорошо. Задания к занятию, еще раз, это большие проектно-исследовательского типа задания. Они у нас часто, педагоги используют как темы проектной деятельности. Они у нас всегда берут свою основу какую-то профессию. То есть мы тем самым снимаем у детей вопрос, зачем же нужны эти знания, которые они получили на занятии, каким образом они могут их применить в жизни. Ну, конкретно вот здесь на слайде мы взяли такой пример из курса географии. Здесь нам нужно… Можете прочитать во втором абзаце, что приглашаем ребят выступить научными консультантами при съемках фильма, то есть они должны себя представить сценаристами, которые будут вносить свои корректировки в сценарий фильма, и их задача сделать правильное географическое описание Земли после исчезновения океана. Но согласитесь, что задание достаточно интересное, объемное, и детям очень интересно их выполнять, особенно тем, у которых высокая мотивация к обучению, которые готовы выполнять что-то дополнительно, помимо основной образовательной, программы. Ну и, собственно, это, естественно, должны проверять и содействовать выполнению этих заданий вы, как учителя, и выставлять, соответственно, отметку, которую заслужил ученик. Эти уже отметки у нас идут в электронный журнал, и при выполнении этих заданий влияют на итоговую отметку за курс. Ключевой вопрос. Он у нас содержится уже непосредственно в поле интернет-урока. Он у нас носит такую функцию целеполагания, так как он предваряет весь интернет-урок, сопутствует ученику на протяжении всего, выполнение всей работы в интернет-уроке и заканчивает наш интернет-урок. Здесь у нас тоже ориентация на такую практику, зачем нам нужны эти знания, сама формулировка вопроса, если вы обратите внимание, на слайде говорит о том, каким образом мы можем применять эти знания в жизни. Ну и, собственно, ключевой вопрос нам помогает понять, как учителям, насколько хорошо справились ребята с усвоением тех или иных знаний в интернет-уроке. То есть он выполняет огромную функцию и также влияет на формирование отметок. Здесь, опять же, я повторю, что мы говорим о тех отметках, которые вы выставляете вы как учителя. Двигаемся дальше. Следующий тип – это рабочая тетрадь. Предполагается, что ребенок по своему желанию выполняет задания в рабочей тетради, либо вы, как учитель, рекомендуете выполнять эти задания. Но выставление отметки здесь не предполагается. Ребенок лишь пробует свои знания, пробует свои силы в теме интернет-урока. И технически мы пока не предоставляем возможности здесь выставить отметку, так же, как и в заданиях с тренажерами. Но если вы хотите поощрить ребенка за хорошее выполнение этого задания, что он действительно постарался, выполнил отлично это задание, и вы хотите все-таки как-то отметить его результаты, что вы можете сделать, я позже покажу в электронном журнале, где конкретно находится эта ячейка, но она есть. Вы вручную можете проставить отметку за выполнение интернет-урока. Можно сообщить ученику, что вот за этот тип задания вы отметили его в электронном журнале, либо есть еще второй вариант. В любом задании с открытым ответом можете проставить отметку, потому что там она предполагается. И сообщить, опять же, ребенку в комментариях, что это отметка за выполнение заданий в рабочей тетради. Ну и вот, собственно, переходим к заданиям с открытым ответом. И здесь, что важно, что это уже такая констатация тех знаний, которые получил ребенок, наш учащийся в течение всего интернет-урока. Здесь мы, как учителя, кстати, так же, как и в рабочей тетради, имеем возможность коммуникации с учениками, можем их мотивировать на лучшее достижение результатов, можем давать свои какие-то комментарии относительно выполнения этих заданий с открытым ответом. И что здесь важно, то, что они у нас есть разного уровня сложности из основного поля, что входит в область того, чему должен научиться ребенок в течение интернет-урока. И есть задания из правого поля. Это та область, которой может научиться ребенок при его желании, при вашей мотивации. Это уже задания повышенной сложности. И они у нас отмечаются немножко по-другому в матрице назначения заданий, о которых позже мы поговорим. В заданиях с открытым ответом важно, что вы выставляете отметку, и вы, как учитель, должны коммуницировать с ребенком и давать свои комментарии по поводу выполнения этих заданий. Матрица назначения задания, о которой я сейчас вам говорила, она аккумулирует все задания с открытым ответом и из основного поля, и из правого поля повышенной сложности. Здесь уже вы, как учитель, каждому ребенку можете назначить свой тип заданий. Они у нас представлены в интернет-уроках в достаточном количестве, даже в избытке, как раз-таки для того, чтобы каждый учащийся мог получить свое задание в соответствии с теми запросами, которые у него есть к образовательному процессу, и в соответствии с теми возможностями, которыми он обладает. Вы видите, что здесь в матрице назначения заданий есть не только зеленые и синие поля, есть еще и столбики ключевого вопроса и задания к занятию. Это те виды заданий, о которых мы с вами говорили ранее, это те виды заданий, о которых вы можете проставлять отметку, они будут отражаться в матрице назначения заданий. Но мы это с вами подробнее посмотрим все в нашей системе. Ну и, собственно, главный такой хранитель всех отметок – это электронный журнал. В электронном журнале у нас отображается абсолютно вся деятельность учащихся. Вы видите, что здесь есть и шкала прогресса, которая свидетельствует о том, насколько полно выполнены все задания из интернет-уроков, из курсов, занятий. Есть графа тестов, о которых мы говорили, то есть там отображаются отметки и автоматически переносятся после выполнения учащимся этих тестов. Задания с открытым ответом. Мы видим, сколько их вообще есть в интернет-уроке, сколько мы назначили, проверили, сколько ребенок выполнил. Есть отметки за домашнее задание, отметка за урок, которую мы можем проставить вручную на основании той работы, которую проделал ребенок. Отметка за ключевой вопрос, задание к занятию – все это автоматически суммируется и выводится в итоговую отметку. То есть на основании всей той работы, которую проделал учащийся во время выполнения того или иного занятия, она складывается автоматически компьютером и выводится итоговая отметка. Каким образом она формируется, да, я уже проговорила, но здесь вот на слайде вы можете, так схематически, может быть, более понятно будет. Обратите внимание, что задания с автоматической проверкой, это задания тренажеры, не влияют на формирование итоговой отметки за интернет-урок. Контрольные задания, тесты, проверь себя, естественно, влияют. Задания с открытым ответом также влияют. Ключевой вопрос интернет-урока, на который учащийся должен ответить. Задания с открытым ответом из основного поля, из правого поля, которые назначены учителем как домашние задания или которые выполнены на уроке, они всем влияют на формирование итоговой отметки. И тут важно, что если какой-то из этих составляющих не будет, то и естественно, что отметка за интернет-урок итоговая сформирована также не будет. Я с презентацией кратко, мы с вами уже закончили. Я сейчас перехожу в демонстрацию своего рабочего стола для того, чтобы зайти в систему и показать вам, как практически работает, вернее технически, наверное, работает матрица назначения заданий и каким образом все отметки отображаются в электронном журнале. Прошу вашей помощи, запускаю трансляцию, надеюсь, что будет видно мой рабочий стол. Так, в ней система пишет, что идет демонстрация моего рабочего стола. Все нормально? Татьяна Геннадьевна, огромное спасибо. Вижу, Оксана Валерьевна. Перехожу в нашу систему, захожу сначала под логином и паролем учителя. Напомню, что у каждого участника образовательного процесса есть свой логин и пароль для входа в систему, то есть ученик также заходит со своей странички, и позже я вам покажу, каким образом у них это все представлено. Первое, о чем мы хотели поговорить, это матрица назначения заданий, каким образом можно попасть в этот инструмент, каким образом можно с ним поработать. Можете это сделать из основного поля. Вы видите, что здесь большими, крупными, красивыми значками представлены все инструменты для работы в системе. Можете попасть так и выбрать тот курс и тот класс, в котором вы будете работать, то занятие, в котором вы будете работать, которое вам необходимо назначить задание. Либо через библиотеку курсов. Вы смотрите, какие у вас есть курсы, где вы сейчас готовы поработать, и вы посредственно туда заходите. Кто не знаком еще с нашей системой, я проговорю быстренько, что у меня здесь для демонстрации абсолютно все есть курсы, которые содержатся в нашей системе. У вас их, естественно, будет меньше. Все курсы выстроены в соответствии с примерно общеобразовательной программой, и мы специально не привязывались к никакому ОМК, чтобы каждый учитель мог работать с системой. И я вот сейчас выбираю поработать с четвертым классом литературное чтение. Нажимаю на курс, у нас здесь есть аннотация, это примерное описание этого курса, те задачи, которые мы перед собой ставим, и примерное тематическое планирование. Такая схема в каждом курсе у нас, в каждом классе, то есть все курсы состоят из аннотации и оглавления. Переходим к оглавлению, оно интерактивное. Мы сегодня будем с вами работать с занятием номер 10. Я его выбираю. Здесь у нас есть задание к занятию, о котором мы говорили, практика ориентированная, проектно-исследовательская. Есть интернет-уроки, здесь их конкретно два, но их может быть больше или меньше, в зависимости от темы, с которой вы работаете. Но они всегда раскрывают тему полностью. Мы сегодня будем работать с интернет-уроком номер 2. Вот, собственно, все поле этого интернет-урока, ключевые вопросы, о которых мы с вами говорили. И когда учитель просматривает этот интернет-урок, знакомится с содержанием, логично становится вопрос о назначении заданий с открытым ответом учащимся. Вы ознакомились, увидели, что их огромное множество, избыточное содержание интернет-урока, и готовы назначить те или иные задания каждому учащемуся. Каким образом вы это делаете? Можете прямо отсюда перейти в правое поле. Вы видите, здесь есть такие небольшие значки. Они, если вы наводите мышкой, то подсвечиваются, что конкретно для вас откроется. Это сейчас электронный журнал, либо система личных сообщений, коммуникаций, либо матрица назначения заданий, которая нам как раз-таки сейчас и нужна. Вы видите, что у меня открылась матрица назначения заданий именно этого занятия и именно этого интернет-урока, в котором мы работали. Но вы можете, если вы закончили с этим интернет-уроком, перейти к другому занятию, перейти к другому интернет-уроку, вернуться к первому. Здесь для вас абсолютно удобно, как для учителя. Если вы много работаете с матрицей, можете ориентироваться туда или обратно к разным занятиям. То, о чем мы с вами говорили, это разные индикации цветового назначения заданий. Синие задания, еще раз напомню, это задания с открытым ответом из основного поля. И зеленые задания – это задания уже повышенной сложности из правого поля. Вы видите, что когда я навожу мышкой на ту или иную ячейку, у меня подсвечиваются названия этих заданий. То есть тут для учителя очень удобно, вы можете ориентироваться, можете всегда знать, что конкретно вы назначаете. Ну и оранжевым у нас выделен ключевой вопрос к интернет-уроку, который ребенок должен обязательно ответить на него, и задания к занятию. Технически снять назначение этих заданий, именно оранжевых клеточек, мы не можем. Но если вдруг задания к занятию, естественно, будут выполнять не все учащиеся, вы можете им в личном порядке сказать, что не нужно выполнять эти задания. Какая есть еще возможность? Сразу говорю, что у меня всего лишь один ученик, у вас их, естественно, больше. У меня он один для демонстрации, в принципе, его достаточно. Но у вас есть возможность выбрать ученика, снять назначение тех заданий, которые уже поставлены. То есть если вы знаете, что этот ученик сильный, и так много заданий из общего поля ему не нужно, вы можете снять эти назначения, и в итоге у него вот такая чистая матрица, вы здесь уже можете работать, проставлять те задания, которые вы считаете нужным для работы на интернет-уроке непосредственно, либо для домашнего задания. Но давайте мы с вами назначим нашему ученику задание повышенной сложности, одно для работы на уроке. Уроки назначаем. Вы, кстати, видите, нажимаете на эту ячейку, вы можете перейти к заданию, посмотреть его, вспомнить, что же здесь от нас хочет система, что должен выполнить ученик. И можете назначить как домашнее задание. Мы назначим второе задание повышенной сложности как домашнее. Все мы свои назначения со стороны учителя произвели, сняли задание с основного поля и назначили задание повышенной сложности. Теперь ученик должен на своей страничке выполнить их, и нам система покажет то, что задание уже выполнено. Чтобы это наглядно вам продемонстрировать, я сейчас пройду в личный кабинет ученика. Вы видите, что структурно здесь все, в принципе, точно так же. Единственное отличие – это то, что матрица назначения заданий на странице учеников обозначается как индивидуальная образовательная траектория. То есть это его индивидуальный путь освоения знаний в соответствии с его возможностями. Точно так же, как и учитель, он может пройти прям непосредственно по этому пути, нажав здесь на значок, либо через библиотеку курсов. Давайте сейчас сделаем, наверное, так. С страницей учителя мы заходили через библиотеку курсов. Здесь зайдем с основного поля. Выбираем курс, в котором нужно работать. Он знает, что у него, и учитель сообщил об этом, что задание ему нужно выполнить в курсе литературного чтения, занятие номер 10 «Родина», и у него нужен интернет-урок номер 2. Вы видите, что здесь открылся интернет-урок номер 1, у него уже здесь есть какая-то работа с этим интернет-уроком, он уже получил свою пятерку, но сейчас ему нужно перейти к интернет-уроку номер 2. Он может это сделать вот из такого неиспадающего списка. У него откроется его индивидуальная образовательная траектория. Что ученик здесь видит? Что галочкой назначено задание, которое он должен выполнить, и у него есть домашнее задание. Давайте мы с вами сейчас выполним и то, и другое. Перейти к заданию. Ему тоже подсвечивается здесь тема, это задание с открытым ответом. И что у нас здесь открывается? С страницей ученика. Есть возможность коммуникации. То есть ученик может выполнить это задание письменно, ввести свой ответ. Я прямо сейчас это сделаю. Кратко. Ответ. Опубликовать. Обращайте внимание своих учащихся на то, что если они делают это задание, допустим, долго, или в несколько этапов, отвлекаются, уходят, закрывают страницу, обязательно нужно сохранять свой ответ. Каким образом и почему? Потому что если они не нажмут вот эту кнопочку «Сохранить», то, к сожалению, вариант не сохранится до того момента, как они его опубликуют. Я имею в виду, что если они будут закрывать это задание с открытым ответом, просто закроют, то оно не сохранится, нужно будет выполнять заново. Если нажмут кнопочку «Сохранить», то она сохранится, и можно будет что-то доделывать. Какая возможность есть еще у ребят? Они могут выполнять задание голосовой записью, у них есть возможность начать запись и надиктовать вам то или иное сообщение, ответ на задание, либо если это требует задание, либо если вы хотите сохранить какой-то эмоциональный контакт с учащимися, да, и у вас принято обмениваться голосовыми сообщениями, есть такая возможность. То, что у нас будет действовать с нового учебного года, это формат рисования, графический редактор. Здесь уже мы снимаем вопрос наших формул, дроби и так далее. То есть здесь можно будет ответить таким образом графически, что-то нарисовать, сделать какую-то схему, написать дробь и так далее, в зависимости от того, какой тип задания и какой предмет. Также у ученика есть возможность прикрепить тот или иной файл, это либо презентация, либо какой-то документ Word, либо это схема, либо изображение. Все, что требует задания, все можно здесь прикрепить и отправить своему учителю. Ну вот, ответ мы уже опубликовали, да, и, собственно, учитель в своей матрице увидит, что задание выполнено. Когда задание выполнено, мы его закрыли, здесь оно отмечается плюсиком. То есть ученик видит, что с одним заданием он отправился, а одно еще у него осталось в качестве домашнего. Также перейти к заданию. Открывается такое же поле, здесь такие же возможности. Система коммуникации. Мы пишем ответ на это задание и опубликовываем. Все, закрываем. Матрица у нас обновилась. Мы видим, что задание выполнено одно и второе. Перехожу на страничку учителя. Здесь мне нужно обновить, чтобы увидеть результаты выполнения тех заданий, которые мы назначили. И вы видите, как учитель, что ребенок с заданиями справился. Да, уже стоят плюсики. Вы можете перейти к проверке этих заданий. Перейти к заданию. Вы видите, что здесь есть ответ. Оценивайте качество выполнения этого задания. Мы рекомендуем всегда писать комментарии, чтобы это не было так, что ребенок получил какую-то отметку, непонятно за что, непонятно почему она такая. Даже если это пятерка, хорошо бы, чтобы ученик знал конкретно, что вам понравилось в этом ответе, на что вы обратили внимание. Условно я напишу здесь слово «комментарий». Тоже опубликовываю его. Ученик в своей индивидуально-образовательной траектории видит мои комментарии, ознакомливайтесь с ними. У меня, как у учителя, тоже есть возможность и надиктовать ему голосовое сообщение. Это вам удобно и полезно, учителям, которые хотят экономить свое время. Можете договориться, что свои комментарии оставляете в формате аудиосообщения. Тоже можете прикрепить для них какие-то файлы, возможно, которые помогут им справиться с заданием лучше, если первый вариант их ответа вас не устроил в чем-то. То есть у вас есть абсолютно такие же возможности, как и ученика. Но, допустим, мы довольны вариантом ответа нашего ученика и готовы поставить отметку за выполнение этого задания. Обратите внимание, что в правом нижнем углу есть специальное окошко для выставления этой отметки. Вы здесь выбираете, допустим, это пятерка, поставить отметку, и выполнение этого задания отображается вы здесь в кружочке, вы видите отметку, которую поставили ученику. И выставление этой отметки отображается уже в электронном журнале. То есть дополнительно вам расставлять там ничего не нужно. Вы поставили здесь задание с открытым ответом пятерку, и она ушла, соответственно, за это задание в электронный журнал. Все, она отображается у вас здесь, и она отображается у ученика, и она отображается в электронном журнале, в электронном дневнике. Переходим к проверке домашнего задания точно так же. Если, допустим, что-то нам не очень понравилось, мы можем сообщить об этом ребенку. Он уже принимает решение, дополнять этот ответ или не дополнять. И если он вдруг решил более не дополнять, ему достаточно четверки, мы можем поставить эту отметку. И точно так же она сразу уходит у нас в электронный журнал. Поставить отметку. Здесь в крузочке она тоже отобразилась. Все. У вас в матрице есть пятерка и четверка за выполнение этих заданий с открытым ответом. На странице ученика после того, как вы проверили, сейчас я обновлю, я просто работаю в двух браузерах, поэтому нужно обновлять странички. У него тоже это отображается. Поэтому если он сделает эти задания, ушел куда-то, понятно, что он сразу их проверяется, возвращается к матрице и видит, что у него уже отметки проставлены. Итак, много говорили сегодня про электронный журнал, и про то, как там формируются отметки. Мы сейчас в него перейдем. Вы видите, что здесь слева у нас тоже есть поле, в котором есть инструменты и коммуникации, в которых вы можете общаться с учащимися по видеосвязи, личных сообщениях, организовывать вопросы дня различные. И также есть инструменты управления учебным процессом. Это как раз-таки матрица, с которой мы работали. Это органайзер, который отвечает больше за расписание. Он работает, в принципе, как обычный органайзер. И электронный журнал, к которому мы переходим. Здесь важно вам, как учителю, выбрать тот год, с которым вы работаете. Это 2019 и сейчас. Если вы подключены к системе давно, то у вас будут отображаться архивные года. Здесь можно это все выбрать. Выбираете тот предмет, с которым вы работаете, и класс. Вот у меня здесь есть предмет «Литературное чтение», четвертый класс, и вот как раз-таки тот ученик, с которым мы работали. Опять же, у меня здесь он один. Это основное поле электронного журнала. Здесь у нас в общем прогресс за весь курс четвертого класса. Текущая отметка выставляется, когда выполнены задания всего курса. Отметка за аттестацию, которая выставляется вручную, как учителем, и итоговая отметка, которая формируется на основании этих двух отметок предыдущих. Переходим к этому ученику. Мы сможем сейчас посмотреть все, что он делал в течение этого учебного года. Нажимаем на него, у вас открывается большим списком, сейчас прогрузится, все занятия, все интернет-уроки, которые были в этом курсе. Вы видите, что здесь есть шкала прогресса, по которой вы можете следить за тем, как ученик, насколько он уже в процентах справился с выполнением заданий из этих интернет-уроков. Вы наводите, и здесь у вас компьютер вам подсказывает, сколько заданий проверено, и сколько заданий всего есть в интернет-уроке назначенных. Есть шкала тестов, которые вы тоже здесь. Очень компьютер нам помогает, потому что если вы даже что-то забыли, к чему эти цифры, вы наводите, и здесь вам компьютер подсказывает, что это три теста всего, выполнено ноль. Задания с открытым ответом. Сколько у нас есть их всего в интернет-уроке, сколько назначили вы задания из интернет-урока с открытым ответом, сколько ребенок выполнил, и сколько вы проверили. Домашнее задание, отметка за урок, которая проставляется вами вручную. Давайте, наверное, я на конкретном каком-то уроке покажу, допустим, на том, в котором мы работали. Еще раз. Это второй интернет-урок из занятия номер 10. Здесь мы уже видим какой-то прогресс, потому что мы с вами прямо сейчас в режиме реального времени выполняли эти задания. Тесты мы не выполняли, поэтому всего здесь он один, а выполнено ноль. Мы с вами выполнили задание с открытым ответом на 5. Вот эта отметка здесь отобразилась. Мы выполнили с вами домашнее задание на 4. Вот она, пожалуйста, здесь отобразилась. Если бы ребенок хорошо работал на интернет-уроке, если бы он хорошо выполнил задание из рабочей тетради, о которых мы говорили в начале вебинара, вы можете его поощрить отметкой, которую вы проставите здесь вручную. Ну, допустим, пятерка. Вы ее проставляете, пожалуйста, она здесь отображается в общей массе отметок. Отметок. Отметка за задание к занятию, ключевой вопрос. Также здесь представляется в тот момент, когда они выполнены, когда вы оценили это задание. Да, и итоговая отметка, которая формируется на основании всей проделанной работы за этот интернет-урок. Вот, то есть все очень понятно, все очень подробно указано, и подсказки для учителей, что где означает, на первых опорах они тоже понадобятся. Мы можем прямо отсюда перейти к интернет-уроку, вспомнить, да, что там было, что нам нужно. И есть еще такой вариант, итоговая страница всего занятия, на которой собраны абсолютно все задания, которые были. Здесь у нас есть фильтры, если вы хотите посмотреть все задания с открытым ответом, которые соответствовали этому занятию, номер 10, вы можете нажать, да, и они у вас останутся. Вернее, снять все остальные назначения и оставить зелененьким только задание с открытым ответом. Либо только тесты «Проверь себя», либо только ключевые вопросы, либо только домашние задания и задания из рабочей тетради. Здесь у нас все-все-все проставлено. Ну вот, например, тест «Проверь себя» – это ключевый вопрос. Вы можете двигаться здесь, смотреть, переходить прямо к назначению и смотреть, что конкретно вы можете назначить тому или иному ученику. Ну, в общем, это такая сборная всего занятия. Ну что, коллеги, я думаю, что я, в принципе, все показала. Если есть какие-то вопросы или что-то слишком быстро, я готова возвращаюсь к вам, посмотреть и ответить на вопросы. Оксана Валерьевна помогает в чате, я уже вижу. Ну, здесь, коллеги, можно ли самому ввести коэффициент на оценку? Елена задает вопрос. К сожалению, нет, потому что у нас каждое задание имеет свою оценку от 1 до 10. Причем, каждое задание имеет свою сложность и заложено программистами формула, которую учитель не сможет изменить. Поэтому, когда учащиеся выполняют, например, тесты «Проверь себя», каждый тест, который находится в контейнере, да, там вариант 1 или вариант 2, у каждого теста есть вес, то есть его сложность, и поэтому здесь уже формула работает, каким образом. Вот из коллег в чате задавали вопросы, что значит синий, что значит желтый цвет, да, вот синий, там четверочка, я отметила, оранжевый, ближе к троечке. Иногда мы отвечаем со второго раза на один вариант теста, и кружочек окрашивается в зеленый цвет, то есть, значит, данный ответ, вернее, данный тест недостаточно сложен, и у него вес, допустим, всего лишь 1 или 2 балла. Иногда бывает, что на другой тест мы отвечаем тоже со второй попытки, а он будет желтеньким или синеньким. То есть, значит, этот вопрос, действительно, он недостаточно сложен, и вес у него достаточно высок, там, допустим, 5 по шкале. Поэтому здесь уже внутренние, в общем-то, технические возможности, которые программисты именно запрограммировали при ответе на любые другие задания, то же самое. Задания с открытыми ответами также имеют свой вес от 1 до 10, и поэтому, когда мы разрабатывали ресурс, каждое задание на верстку отправляли и видели его вес. В зависимости от этого программисты составляли и также степень сложности этого задания. Поэтому не всегда это задание, если ребенок легко отвечает, и эти попытки как раз-таки соответствуют разными способами, отображается результат ответа учеников. Дальше. На смартфонах я вот хочу уточнить. Смартфоны. Да, мы можем использовать смартфоны, да, у многих айфоны, но самое главное – учитывать нужную диагональ. По санпинам мы не имеем права использовать смартфоны меньше 10,5. Но это уже будут планшеты, в принципе, скорее всего. Но если, допустим, 9, там 8 у нас дюймов, то, пожалуйста, ребенок, учащийся, имеет возможность просмотреть какие-то объекты визуально, передвигая тот или иной объект, или увеличивать его, или уменьшать. Он может прослушать какой-то видеоролик или интерактивный какой-то объект, другой. Он может прочитать то же самое, открыв, допустим, хрестоматию, да, литературный текст. Ведь многие люди, которые электронными какими-то гаджетами пользуются, читают, да, тексты. И не на уроках, на наших, да, они вне урока, имея свободное время, читают такие тексты. Поэтому здесь также мы можем это все читать. Но не рекомендуется выполнять интерактивные задания, потому что диагональ этого не позволяет сделать. Потому что поле для ответа не открывается в полном объеме. Поэтому я прошу это учитывать. Учитель, конечно же, это взрослый человек, и он может открыть тот же смартфон, да, ну, допустим, меньше 10,5 дюймов, и уже увидеть для себя или запланировать для себя на следующие занятия какие-то определенные объекты, которые он может посмотреть. То есть для взрослого это осуществляется достаточно легко. Какой-то еще вопрос был? Да, вот Лариса Викторовна спрашивает, если учитель не назначил задание, может ли его ученик выполнять? Мы отвечаем, да, конечно. Да, сразу обратите внимание. Вот сейчас Ольга Алексеевна демонстрировала начальную школу. Поэтому все-таки в курсах не такое большое количество заданий содержится для начальной школы, да. Но с возрастом это количество заданий с открытыми ответами увеличивается. И вы заметите, это учителя старшей школы, они, ну, да и средние, в принципе, и пятых, и шестых, и седьмых классов, вы наблюдаете такую картину, что их бывает и 20, и 15, и 18 заданий. И если вы их не назначите, то ученик будет в растерянности, он не знает, какое задание ему выбрать, и он будет видеть эти галочки, которые считают, что ему их нужно все выполнить. Тем самым он просто закроет страницу в испуге и может уйти. Вот поэтому было и такое. Поэтому лучше, конечно, назначать и назначать заранее, например, хотя бы на неделю, на две недели вперед. Потому что, опять же, вы смотрите на мотивацию ребенка к учению, если это ребенок быстро справляется с какими-то определенными заданиями, ему нужно на месяц проставить по всем темам, да, интернет-уроков эти задания, и он будет их уже выполнять. Конечно же, если это будет 10 заданий, он не в состоянии их будет выполнить, не то, чтобы вперед уйти с его интеллектуальными способностями, но он просто иссякнет, его физически не сможет их выполнить. Поэтому за нормой назначения этих заданий нужно обязательно учителю смотреть и следить. Можно я еще дополню? Да. Если ученик все-таки выполнил задание по собственной инициативе, то вы в матрице увидите плюсиком то, что он выполнил это задание, и вам уже тут придется проверять и выставлять отметку за его такую инициативу. То есть вы это в матрице своей увидите, что он что-то выполнил. Да. Так, ну что, переходник о второй части. Я недолго вас сегодня задержу, потому что Ольга Алексеевна достаточно подробно продемонстрировала вам все те объекты, все те подсистемы, задания, содержания наших электронных курсов, достаточно подробно, которые входят в систему оценивания. Я для начала все-таки, перейдя к вопросу, как провести промежуточную аттестацию в режиме онлайн, и возможно ли это, хотела бы открыть для вас небольшой тест, да, опять же, опрос. Я люблю это делать, поэтому давайте посмотрим, каким образом, да, какие инструменты подсистемы мобильного и электронного образования вы используете для организации промежуточной аттестации учащихся. У нас сейчас дети уже закончили учебный год, к счастью. Девятиклассники получили аттестаты об основном общем образовании. Выпускники, наверное, часть получают аттестаты, а часть будут еще сдавать ЕГЭ. Поэтому вы все проводили аттестационные мероприятия, да, провели итоговые контрольные работы и, скорее всего, может быть, использовали мобильное и электронное образование. И сейчас мы посмотрим, как вы у нас использовали МЭО для того, чтобы провести именно мероприятие по промежуточной аттестации. Да, неоднозначно вижу ответы. Голосуем более активно. Нас, смотрите, 93 человека, не считая двух выступающих, да, отвечают пока не все. Не стесняемся. Ваши ответы, я еще раз говорю, я не вижу, как проходит голосование. Мы не видим, кто как голосует. Видим просто итоговую картиночку, которую в конце сейчас вам продемонстрируем. 30 человек проголосовало, еще 50, давайте еще хотя бы 30, половина наших участников сегодня. С тем количеством, которые сейчас голосуют, я уже согласна. Да, 40 человек. Ну, в любом случае, мы сейчас видим такую картину, я сейчас ее вам продемонстрирую. Ну вот голосование опять активно вдруг пошло. Уважаемые коллеги, еще 20 секунд давайте. Почти половина проголосовала. Может быть, возможно, остальные работают, как и на прошлых вебинарах. У нас по несколько человек сидели за одним компьютером и слушали, участвовали в нашем вебинаре, может быть, и сегодня. Поэтому я заканчиваю опрос, останавливаю, и давайте посмотрим на результаты в чате. Напишите мне, пожалуйста, плюсиками, видно ли вам итоги голосования. Итак, смотрите, да, видно, спасибо, уважаемые коллеги. Не видно? Я поставила галочку «Показывать результаты», наверное, сейчас. Я ее вначале ставила, в принципе. Видно? Не видно. Ну, видимо, что-то с Мирополисом, возможно, у нас произошло. Так, показывают результаты. Хорошо, я вам озвучу вслух. И у нас, значит, лидирующие позиции. Все-таки на первое место вышла у нас матрица назначения заданий. Правильно. И, конечно же, матрица назначения заданий у нас по процентам – это уже 57% из опрошенных. Поэтому показывают результаты. Вроде бы все включено, но он почему-то не хочет показывать, не демонстрирует. К сожалению, уважаемые коллеги. Но я, если сейчас закрою, то результаты у нас потеряются, поэтому я их вам озвучу устно. Верно. Матрица назначения заданий, да, она используется, конечно, активно. И, во-первых, в каких случаях мы ее используем? Для того, чтобы действительно подготовить детей, наших учеников к проведению, вернее, к контрольным работам, которые мы будем проводить по определенным, по четвертям, по триместрам, да, и итоговой контрольной работы по завершению учебного года. На втором месте электронный журнал, где я бы, наверное, все-таки несколько сомневаюсь. Электронный журнал дает, да, мы его используем для оценивания, но, опять же, электронный журнал дает нам статистику, да, и тех учащихся, которые готовы у нас сдавать данную промежуточную аттестацию. То есть по его отметкам мы видим, насколько учащийся готов к выполнению данной контрольной работы. И, естественно, мы видим по электронным журналам, да, где и какие пробелы дети имеют. А значит, мы возвращаемся в матрицу назначений заданий и назначаем задания по данным темам. Следующие баллы – это у нас 22% занимает библиотека курсов, конечно же, которые и как раз-таки нам дает возможность смотреть и использовать то содержание. Это те же самые тематические контрольные работы, которые заложены в каждом занятии, да, в наших курсах по предметам. И мы их также можем брать из библиотеки курсов, конечно же, и назначать детям для тренировки, для отработки каких-то теоретических учебных материалов. Конференции. Как ни странно, конференции у нас занимает четвертое место. Да, в то время, когда, наверное, мы организовывали промежуточную аттестацию, были технические сбои, потому что на данный момент были подключены много регионов, да. У каждого были свои технические возможности, интернет, у кого-то свои были разные каналы, и которые не позволяли использовать полноценно именно ВКС, да, видеоконференц-связь. Поэтому, наверное, не такие высокие проценты занял этот инструмент в мобильном и электронном образовании. Но в любом случае, конечно же, конференция или это другой сервис, сторонний, не сервис МЭО, он позволяет как раз-таки использовать для промежуточной аттестации возможность ее проведения. Ну и, конечно, это вопрос дня, он у нас на предпоследнем месте. В вопросе дня, конечно же, мы можем для родителей отправлять и также для детей, для учителей, да, для педколлектива различные инструкции, различные положения, локальные акты и так далее, которые будут сопровождать промежуточную аттестацию. Конечно же, тоже мы его используем. И органайзер на последнем месте. Конечно, это как раз-таки тот инструмент, который позволяет всем участникам образовательного процесса отметить те или иные мероприятия во время промежуточной аттестации. Когда, в какое время, что, по какой теме, по какому предмету и так далее. Поэтому я соглашусь, что вы действительно молодцы, выбрали все подсистему мобильного электронного образования, потому что каждый из них в своей степени, в более высокой или менее низкой, выполняет свою роль при организации промежуточной аттестации. Так, не знаю, что случилось, но перейдем к следующему слайду. Итак, обратите внимание, кстати, моя презентация отображается, Ольга Алексеевна, то я уже боюсь, может быть, у меня интернет. Хорошо, спасибо, коллеги пишут. Спасибо, уважаемые коллеги. Итак, для того, чтобы организовать промежуточную аттестацию, скорее всего, заместителю директора ПОВР необходимо будет создавать различную документацию. И, конечно же, это и акты, это и положение. И, в первую очередь, у вас в образовательном учреждении должно быть положение о промежуточной аттестации. Конечно, оно у вас есть. Если мы зайдем на любой сайт образовательного учреждения, мы его находим. Но мы сейчас будем говорить о том, что во время пандемии, да, если мы будем использовать в дальнейшем только дистанционные образовательные технологии и цифровые образовательные ресурсы, то вам в это положение либо нужно будет дополнить пункты о проведении промежуточной аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий и определенных цифровых образовательных ресурсов, в частности, мобильное и электронное образование. Здесь же также в положение добавляете, каким образом будут реализованы все контрольные работы во время промежуточной аттестации. То есть, опять же, подчеркнуть, что они будут разработаны с учетом того, что они будут использоваться во время онлайн проведения контрольных работ. То есть различные пункты, все, которые требуются для проведения промежуточной аттестации в онлайн режиме, все сюда их нужно либо добавить, либо создать отдельное положение промежуточной аттестации с использованием дот, сокращенно, дот уже все привыкли, дистанционных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов. Опять же, раз мы находимся все в удаленном режиме, вынужденной изоляции, и часть предметов, которые вы видите на экране в слайде, пункт второй, физическая культура, музыка, изо, технология. Ну, в частности, изо, музыки, технологии, каким-то образом мы можем выходить из положения, давая задания в виде проектов, в виде рефератов. Возможно, я наблюдала и знакомилась с большим количеством постов, в которых в сетях социальных были выложены учителями изо, музыки, технологии, ритмики, где учителя демонстрировали какие-то физические упражнения, танцы, танцевальные па, какие-то художественные, изобразительные деятельности были представлены учителями. И даже видела, когда преподаватель во время улайн-занятия напевал, пел и так далее. То есть можно все это провести, но промежуточная аттестация все-таки по физической культуре будет сдавать сложно. Поэтому нужно создавать тоже положение, каким образом будет организовываться аттестация по данным предметам, в особенности по физической культуре. Но я говорю о том опыте, который у меня есть, когда я работала замдиректора онлайн-школы Телешкола и заучим нашего подразделения онлайн-школы БИД, который сейчас является действующей электронной дошколой, цифровой школой, то по физической культуре мы также писали это положение об аттестации, где просили детей два раза в год писать рефераты на темы, которые предусмотрены учебным планом по данному предмету, по программе. То есть брали учебники в электронном виде, программы читали и составляли те темы, на которые дети выполняли либо проекты по их желанию, опять же мы не настаивали и просили либо выполняем проект группой индивидуально, либо пишем реферат по выбранной теме. Дети присылали эти рефераты, мы их отбирали самые яркие и, конечно, для тех детей, которые выполнили эти проекты, просто имеют выдающиеся какие-то результаты при выполнении проектов, мы организовывали защиту проектов, защиту рефератов. Дети получали грамоты, ну, то есть придумывали какие-то способы поощрения участия данных детей, и дети были, в принципе, довольны. Ну, а большая часть детей, конечно, присылали чисто технические рефераты и презентации в различных формах, мы их засчитывали и выставляли итоговые отметки. Самое главное, это положение нужно сформировать. Конечно же, есть дети, которые пытаются сдать экзамены, да, то есть контрольные работы написать досрочно. Возможно, вынуждены должны переехать в другое государство. Или какие-то намеченные мероприятия по повышению уровня своего здоровья, и они выезжают в санаторий и так далее, и так далее. Разные случаи. Но это тоже нужно предположить и также создать вот такое положение о досрочной аттестации. Конечно же, родители и учащиеся должны представить веские документы, на основании которых такое положение, то есть позволяется им сдать аттестацию досрочно. И, естественно, в положении должны отображены эти пункты, которые позволяют ребенку и родителям выйти на досрочную аттестацию. То есть это освоение тем, да, конкретных по материалам, учебных материалов, да, все ли эти темы изучены, чтобы пройти досрочную аттестацию, графики, которые должны были заложены с начала учебного года, то есть родители с детьми вместе предупреждают своих классных руководителей, те, в свою очередь, или учителей-предметников, а те, в свою очередь, заучей, да, замдиректора ПВР, о том, что эти дети будут сдавать досрочную аттестацию, и все эти пункты заложить в положение. Ну и, конечно же, обязательно должно быть положение о проведении промежуточной аттестации в дополнительные сроки. Что же это такое? Конечно, все мы понимаем, при проведении итоговых контрольных работ, четвертных промежуточных, там, годовых, полугодовых, есть дети, которые пишут их на неудовлетворительные отметки. Тем самым мы им предлагаем и даем возможность исправить эти отметки и назначаем дополнительные сроки для исправления этих отметок. То есть мы им даем совершенно другие варианты, да, контрольных работ, которые они в назначенное время выходят в режим онлайн и с учителем участвуют в этой промежуточной аттестации. То есть это тоже нужно предусмотреть. Далее, конечно же, промежуточная аттестация вроде бы как, и вот она пришла, мы ее провели за две недели со всеми классами образовательных учреждений, но действительно для того, чтобы в режиме онлайн все это организовать, это будет занимать достаточно сложный и долгий процесс. Поэтому к промежуточным аттестациям нужно готовиться за годы. Обычно с мая месяца весь летний период учитель вместе с руководителем методических объединений, вместе с замдиректором ПВР составляют расписание промежуточной аттестации на все периоды, которые заложены в образовательном учреждении. То есть у кого-то триместры, у кого-то по полугодиям. Но в дистанционном формате, конечно же, промежуточная аттестация в начальной школе проводится по триместрам. Это рекомендации, потому что если вы полностью работаете в режиме онлайн, скорее всего, дети не успеют освоить программу. Но в образовательных учреждениях, конечно же, тяжело перенести сроки, наверное, аттестаций, выбрать эти промежутки. И поэтому в основном все равно работают так, как это предусмотрено уже в актах. Поэтому здесь в любом случае составляем расписание промежуточной аттестации, создаем инструкции по проведению промежуточной аттестации для учащихся, потому что в онлайн-режиме сложно провести промежуточную аттестацию. Почему? Ну, для того, чтобы ее грамотно, четко и в установленные сроки провести, каждый учащийся должен соблюдать ряд мер. То есть не выкрикивать, да, ну я уже просто утрирую, понимать о том, что он не должен отвлекать других учащихся, которые с ним вместе пишут контрольные работы. И такие инструкции должны именно разработаны совместно с учителями-предметниками, методическими объединениями и замдиректором ПВР образовательного учреждения. Обязательно инструкции по проведению консультаций. Они создаются не только для детей, они создаются также для учителей. Что должен учитель требовать от своих учеников во время консультации перед промежуточной аттестации, то есть перед контрольной работой непосредственно. То есть такие инструкции тоже преподаватели создают. Они обязательно знакомят с этими инструкциями руководителями метод объединений и, конечно, замдиректора ПВР. Ну, основной момент, конечно же, был, и он очень долг, это разработка содержания аттестационных работ. Ну, мы в телешколе, в онлайн-школе БИД, все-таки составляли данные, содержание аттестационных работ составлялось с учетом все-таки содержания КИМов. Они были, в общем-то, ну, где-то в большей степени ориентировались мы на именно содержание контрольно-измерительных материалов, которые используются на ОГЭ и ЕГЭ, начиная с седьмого класса. Остальные, ну, с первоначальной школы в основном все-таки тоже придерживались содержания контрольно-измерительных материалов по всероссийским проверочным работам, региональным работам. Вот, поэтому это ваше мнение, и вы можете разобрать это между, то есть на методических объединениях, опять же, на совещаниях с завучами, и решить, какое же содержание в каких классах будет предусмотрено. Ну, и, конечно же, если вы создаете содержание аттестационных работ, то, конечно же, должны быть разработаны критерии по проверке. Они тоже создаются учителями-предметниками, и, конечно, создаются потом замдиректор, чтобы он их утверждал. Ну, и, конечно, готовится демоверсия аттестационных работ. Для того, чтобы дети привыкли в режиме онлайн к проведению контрольных работ, проверочных работ и других видов, то, конечно же, нужно создавать демоверсии. Они должны быть ровно такими же, как и те аттестационные работы, которые вы будете им давать на промежуточной аттестации. И вот эти тренировочные демоверсии, они как раз-таки детей подготовят именно в плане психологического комфорта, в плане технического, опять же, оснащения во время проведения промежуточной аттестации. И дети также будут организованы именно в порядке вот этого временного интервала проведения этих работ. То есть мы не можем посадить детей, ну, вели мы занятия в онлайн-режиме, да, они знают, как они проходят, и тут резко мы их посадили на контрольную работу, где у детей сразу четко выставляется время, да, а мы знаем, что время у нас 30 минут, поэтому, значит, мы должны с вами подготовить контрольные работы 30 минут, на 30 минут, возможно, эту контрольную работу вы поделите и проведете вторую ее часть, например, в другой день, не обязательно в один, потому что обычно мы планируем контрольную работу на 45 минут, если мы работаем в классно-урочной системе. Здесь же мы находимся в формате онлайн, и у нас есть 30 минут времени, поэтому можно контрольные работы разделить на два дня. Одну часть, допустим, тестовую форму, а вторую часть, например, уже задания с открытыми ответами, где дети, может быть, пишут изложения, сочинения, решают задания по математике, по физике и так далее. Ну и, конечно, все эти документы, которых, видите, много, возможно, у вас появятся еще свои собственные, которые я здесь не продемонстрировала, потому что не знаю, что у вас еще придет в голову, поэтому в каждой образовательной организации этот набор документов по организации промежуточной ситуации свой. Все эти документы, конечно, утверждаются директором образовательного учреждения. Ну и как мы сейчас, когда был проведен опрос, мы говорим о том, что все инструменты, все подсистемы мобильного и электронного образования задействованы при организации промежуточной аттестации, но основными я выделяю следующие. Это, конечно же, личные сообщения, это конференции, электронный журнал и, конечно же, матрица назначения заданий. Это у учителя и индивидуальной образовательной траектории. У учащихся я тоже отдельной подсистемой выделяю. Кстати, не буду останавливаться, потому что Ольга Алексеевна достаточно подробно говорила о каждом из этих инструментов. Единственное, опять же, в матрице назначения заданий учителя дает возможность действительно индивидуализировать учебный процесс. И через электронный журнал и матрицу назначения заданий мы можем увидеть, как тот или иной учащийся готов к выполнению данной контрольной работы. И его готовность повысить мы можем как раз-таки использовать данные подсистемы, назначив ему тот набор заданий, в которых у него обозначился пробел в знаниях. Через личные сообщения мы отправляем огромное количество различных инструкций как ученикам, как родителям. Также администрация может внутри личных сообщений создавать между собой коммуникацию, делиться какими-то инструкциями или положениями по содержанию промежуточной аттестации. По тем же самым критериям, которые будут разрабатываться учителя, тоже так же мы можем в личных сообщениях организовать такие диалоги. Ну, конференцию я не буду останавливать, потому что все понимаем, что именно в конференции мы видим визуально детей, которые участвуют в контрольной работе или в других проверочных работах, и видим, каким образом они ее пишут, отвлекаются, не отвлекаются, видим, как они себя ведут. Мы все опытные педагоги и понимаем, когда ученик списывает, когда он сомневается в чем-то и где-то посматривает, даже выход в интернет во время контрольной работы, он тоже иногда, в большей части, учителем заметен. И учитель может всегда в приватном чате во время конференции ученику написать, что я вижу, что ты отвлекаешься, или я вижу тень за твоей спиной, что тебе кто-то подсказывает, или в твоей комнате находится посторонний человек. То есть наш глаз, он очень, в общем-то, нацелен и все видит. Мы, педагоги, всегда видим даже просто по взгляду, по бегающим глазкам, что ребенок где-то там сомневается, и что-то он ищет, пытается списать и так далее. Даже иногда шумы, которые идут от учащегося, тоже говорят о том, что ребенок где-то судорожно ищет, что-то листает, щелкает кнопки, клавиатура и так далее. Все звуки мы принимаем во внимание и делаем замечания таким образом во время контрольной работы. чтобы ребенок действительно самостоятельно работал и выполнял ее. Здесь я как раз-таки основные моменты обозначила, что мы можем через наши подсистемы МЭО задействовать, каким образом, какую деятельность проводить. Все это вы можете посмотреть позже. И самое главное, остановимся на инструкциях, которые учителя в большей степени, наверное, будут создавать, потому что именно на их долю выпадет вот такой, скажем, ну, в общем-то, момент, который они должны будут четко и правильно организовать, чтобы контрольная работа прошла успешно. Естественно, готовятся различные виды инструкций. Они могут быть еще как угодно видоизмененные вами. Вы их можете сами еще расписать, используя наши рекомендации, которые мы с учителями используем. Ну, во-первых, конечно же, важна подготовка к промежуточной аттестации. Мы все прекрасно знаем, что, например, если к нам приходят всероссийские проверочные работы, они у нас в PDF-файлах, и чаще всего, если у детей не установлено данное приложение, то они его не могут открыть даже. Открыть-открывают, да, через какое-то приложение, через интернет-ресурс. Но мы всегда просим распечатать данную работу, потому что так гораздо удобнее ребенку работать с печатным текстом. И поэтому мы всегда не то чтобы требуем, но рекомендуем иметь дома технические возможности. Да, это принтер, это сканер, если есть. Ну, сканер в последнюю очередь, обычно это МФУ, в основном дети имеют дома три в одном, когда могут это все отсканировать и отправить для того, чтобы отправить на проверку выполненную работу. То есть вот одна из таких инструкций есть. Эти инструкции, они нисколько для детей, больше даже для родителей. И мы отправляем эти инструкции через личные сообщения и добавляем туда родителей, чтобы они тоже были в курсе и заранее подготовились именно к этому времени. Дальше. Конечно же, ученик, как раз таки я и говорила, чтобы он не отвлекался и выполнял ровно те задания, которые предлагаются учителям в контрольной работе, естественно, создаем для него вот такие инструкции, что он не должен опаздывать на выйти ровно в то время, в которое начнется промежуточная аттестация. Выйти обязательно минимум за пять минут до ее начала, потому что пока он выходит, пока он подключает микрофон, пока еще что-то, пока вопросы задает, и тут уже инструктаж проводит учитель во время проведения контрольной работы, то он уже опаздывает часть информации, учитель уже рассказал. Поэтому всегда заранее готовим детей к выходу на такие виды мероприятий. Учитель отправляет работу ученикам через подсистему личные сообщения. Мы не можем демонстрировать на экране детям содержание контрольной работы. Обычно мы же с вами всегда как минимум готовим два варианта работ. И дети будут видеть это содержание на интерактивной доске во время видеоконференции, поэтому желательно, и мы всегда таким образом отправляем через личные сообщения детям несколько вариантов. Как правило, в пору работы за учим я говорила о том, чтобы у нас по промежуточной аттестации было 2-3 варианта разработанных аттестационных работ. Потому что дети у нас очень хитрые на выдумку, они тут же списываются через различные мессенджеры, спрашивают, кто какой вариант пишет, и могут друг другу помогать, могут друг другу отправить просто готовый вариант выполненный, контрольной работы, и списать, в общем-то. Поэтому мы хитрим таким образом. Каждому ребенку отправляем отдельные личные сообщения с контрольной работой, вариант, например, 1, и пишем, у тебя вариант 1, Иванов, Аскерова, у тебя вариант 2, дальше Сидоров, а у тебя вариант 3, и так 4, 5, 6. У себя, конечно, мы делаем табличку, хотя у нас разработано 2 варианта, то при отсылке детям мы пишем, что у каждого варианты 7, и 8, и 15, и так далее, чтобы дети понимали, что у них у каждого свой единственный неповторимый вариант. То есть дети хитрые, учителя тоже хитрят. Но, конечно же, когда мы отправляем варианты, выдуманные, да, 1, 2, 3, 10, 15, конечно, перед нашим взглядом должна быть эта таблица, к какому ученику вы отправили вариант под каким номером. Но это тоже помогает, чтобы дети не переписывались, и вы об этом заранее говорите, что у меня 15 вариантов или 20 вариантов, у каждого свой вариант. Дети тогда уже меньше обращаются к друг другу и просят друг другу помочь. Ну, конечно же, иногда бывают шумы, да, когда дети подключаются не через гарнитуру, возникает эхо, возникает, ну, все мы находимся в квартирах, да, где у нас есть братья, сёстры, другие посторонние лица, и идут просто посторонние шумы, которые отвлекают остальных детей. Даже не столько того, у кого этот шум в квартире, а те, которые сидят в одиночестве, и у них дома тихо. Поэтому мы просим таких детей отключить звук. То есть он, или мы сами, как учителя, имеем такую возможность. Я вчера на своем вебинаре говорила о том, что у вас есть возможность отключить звук у всех или персонально у какого-то конкретного ученика, от которого идут вот эти помехи. Но, скорее всего, вам придется отключить тех детей, у которых действительно шумно в комнате, чтобы они не отвлекали и давали спокойно возможность работать другим детям. Дальше, опять же, просим всегда нумеровать страницы. Если дети, некоторые, не имеют принтера, не имеют сканера, у них работа перед экраном, и они тогда пишут в своих рабочих тетрадях эту контрольную работу, нумеруют эту контрольную работу, ставят номер один, пишут варианты ответа, если это тестовая форма задания. Если это задание с открытым ответом, требующее написание, решение конкретной задачи, то они ее полностью расписывают. Обязательно об этом тоже в инструкции говорим. Кто не имеет возможности распечатать контрольную работу, открывает ее в соседней вкладке браузера и пишет в рабочих тетрадях. Но после этого эту тетрадочку нужно сфотографировать с помощью смартфона, планшета, любым способом, но так, чтобы было видно то, что они, то есть результат их деятельности, да, выполнение заданий. Обязательно четко пронумеровать, потому что потом преподавателю сложно будет, потому что дети вышлют вам 10-15 файлов непронумерованных, и вы в них запутаетесь, какое задание, за каким следует, где начало на одной странице задания, а продолжение его на другой, вам просто не хватит, ну, отнимет это огромное количество времени, чтобы их четко друг за дружкой выложить в той последовательности, которая идет по содержанию контрольной работы. Поэтому об этом тоже в инструкции всегда нужно говорить. Листы нужно номеровать по порядку и объединять потом в PDF-файл. Если это дети младшего возраста, конечно, для них это сложно. Для этого проводятся консультационные мероприятия. Детей собираем, учим, как это делать. Если есть родители, то могут помочь в начальной школе родители. Особенно это касается вторых, там, третьих классов, где они более младшего возраста школьники. Но если они все-таки в виде рисуночков, то уже нумерация этих иллюстраций поможет вам сориентироваться, где какое задание имеет продолжение. Опять же, всегда говорим о том, чтобы ребенок отправлял свою контрольную работу в то сообщение, в котором он его получил. То есть, если вы написали ему, Иванов Петр, я тебе отправляю контрольную работу, у тебя вариант 15. В это же сообщение прошу обратно прислать выполненный файл с заданиями. То есть, вот таким образом, чтобы они вам не отправляли в 10 личных сообщений, в 10 веток. Просто вы понимаете, что где найти контрольную работу, которую ребенок вам отправил. В том же сообщении, которое называется Иванов Петров, контрольная работа, Иванова Мария, контрольная работа. То есть, вы туда заходите, там ее и забираете. Ну и, конечно же, если во время конференции, во время проведения контрольной работы, вы видели, что ребенок отвлекался, или вы заметили, что ему кто-то подсказывал, неважно, какие-то причины у вас вызвали сомнения, и что ребенок самостоятельно выполнен работу. Вы ему замечания можете не делать во время, именно конференции данных, во время контрольной работы. Вы можете затем с ним связаться и назначить ему собеседование по содержанию контрольной работы. То есть, побеседовать, парочку, тройку вопросов ему задать. Каким образом мы делали это в телешколе? Когда дети все сдают контрольную работу, мы говорили в конце, а сейчас Иванов Петров Сидоров просим вас остаться на 15 минут, мы с вами побеседуем по содержанию контрольной работы, которую вы выполняли. И бывает достаточно одного-двух вопросов от учителя, который уже видит, что в результате кто-то сделал сам, а кто-то ничего не знает, потому что списал или кто-то ему решил, то уже понимает, что такого ребенка нужно уже определить на мероприятии, которые даст ему возможность еще раз написать, но другой уже вариант. То есть, это сам учитель уже решает, каким образом это все организовать. То есть, таких инструкций, я еще раз говорю вам, у вас может быть сформировано столько, сколько вы хотите. И самое главное, чтобы дети понимали, что от них требуется, и как им внутри конференции и во время промежуточной аттестации работать. Даже у нас придется, да, я сейчас сразу по ходу. Непонятно, как отправить, Анна задает вопрос, как отправить всем ученикам в группе варианты контрольных работ одновременно. Согласна. Смотрите, контрольные работы, в принципе, здесь есть, ну, конечно же, вы еще, наверное, одновременно являетесь классным руководителем. Если классный руководитель в это время свободен, и вы не являетесь классным руководителем, когда проводите контрольную работу, то привлекаем сюда классный руководитель, который также имеет возможность отправлять, создавать личные сообщения. У нас это делали тьютеры. Я, когда проводила сама контрольную работу, то говорила, что сейчас я в течение пяти минут, там, десяти минут, занимаюсь отправкой контрольных работ. Сама, конечно, самостоятельно отправляла эти работы. Далее. Вот, кстати, это тоже одна из инструкций. Я не помню, сюда ее привлекла или нет. По-моему, нет. Смотрите, вы в течение десяти минут говорите детям, что я сейчас начинаю отправлять вам контрольные работы в личные сообщения. Как только вы открываете личные сообщения, то есть дети должны вам в чате написать, «Приступаю к выполнению». Дети к этому привыкают, и они сразу «Начал работу, приступил к выполнению, закончил работу, отправляю работу». То есть это всегда фиксируется в чате видеоконференции. Дальше. Обязательно детям говорим, когда вы отправляете им файл с контрольной работой, у вас фиксируется время отправки данного файла. И детям мы об этом тоже говорим, что вы видите, во сколько этот файл был отправлен ученику. Значит, плюс еще 2-3 минутки для того, чтобы он его открыл или распечатал на каком-то многофункциональном устройстве. То есть вот эти моменты, они все допускаются. И это правильный вопрос. К сожалению, ничего другого нет, потому что это хорошо работает, когда у нас один вариант для всех, и мы создаем не диалог в личных сообщениях, а рассылку. Или мы можем эту рассылку, ну, у вас в любом случае 2, максимум 4 варианта контрольной работы. Создаете в системе личных сообщений рассылку, отправляете контрольный заголовок, делаете вариант номер 4, добавляете туда 5 детей или 6 детей, и дети, каждый получает свое название и эту контрольную работу одну. То есть 5 человек у вас имеют вариант номер 4. Следующие 5 человек опять создаем рассылку, именно рассылку. Создаем вариант 8, туда добавляем еще 6 человек, и таким образом делим вот на несколько рассылок ваш состав класса. Вот таким образом получится у вас быстрее отправить. Надеюсь, я как-то понятно объяснила. Хорошо, Анна, поняла. То есть вот тогда легче, то есть вы можете на 2 варианта отправить 10-м, или разбить их по 5 человек, придумав им вымышленный вариант, там 8, 7, 15. Тогда у вас получится быстро. Ну и каким образом сделать один файл, да, вот здесь идет тоже инструкция, она помогает детям и родителям быстро выполнить работу, сформировать в один файл и отправить учителя на проверку. Рассылка она у нас в личных сообщениях, уважаемые коллеги, то есть вы, когда открываете личные сообщения, у вас есть возможность создать диалог, тогда все дети видят все, что вы отправляете. И есть вариант рассылка. Вот вы выбираете второй вариант, рассылка, извините. Ну и, конечно же, вы будете проводить подготовку, да, мы также в школах, я помню, в классной урочной системе, мы готовимся к контрольным работам, мы проводим самостоятельные работы, мы даем какие-то самостоятельные работы по несколько минут, да, и готовим детей к контрольным работам. Поэтому вы тоже в полной мере можете все эти подготовительные мероприятия, для онлайн именно проведения промежуточной аттестации использовать на вот этих 10-15 минутных консультациях, да, по проведению этих контрольных работ. Не забывайте, что у вас есть демо-варианты контрольных работ, которые вы также организовываете на своих онлайн-уроках, и также во время этих демо-версиях, то есть проведения демо-версионных работ, вы также детям все объясняете, как и что они делают, какая у них должна быть последовательность именно выполнения данных работ. Ну и вот здесь я привела пример, каким образом проводит учитель, отправляет инструкцию небольшую, например, аттестацию по литературному чтению для вторых-четвертых классов. То есть уважаемые родители, да, в данном случае для родителей, распечатайте данную работу, запишите двумя звуковыми файлами в формате МП-3. То есть здесь идет подготовка к ВПР. Если вы помните, да, учителя начальной школы получали не просто текст, да, в виде тестов и заданий со скрытыми ответами, кроме этого был там звуковой файл, это диктант. И в онлайн-режиме, каким образом наши дети выполняли. Вот таким образом, примерную инструкцию я вам демонстрирую. То есть в один день у нас дети писали диктант, родители им дома диктовали, дети записывали это все и отправляли на проверку. И уже, собственно, с учителем вторая часть была ВПР, которая проводилась именно учителем, где были тестовые задания, да, где дети должны были вводить в окошечке ответы, которые от них требовались. Ну, примерно такого плана. Ну, и последний слайд я вам просто демонстрирую, каким образом эта конференция организовывается. Вот здесь в данном случае русский язык аттестации идет. То есть дети вышли, они в чате, здесь у меня он не уместился, пришлось вырезать. Дети, каждый друг за дружкой пишут, получил там в 10.30, приступил к выполнению, получил, приступил к выполнению. То есть учитель видит, в какое время каждый из учащихся начал выполнять работу. И затем уже во время видеоконференции учитель каждому ребенку говорит, «У тебя осталось 10 минут до конца, у тебя осталось 5». То есть каждый ученик получает от учителя такие сообщения, не голосовые, а в приватном чате. Дети видят и стараются уложиться в это время. То есть все можно в режим видеоконференции увидеть и организовать. Я не буду выходить сегодня в режим демонстрации рабочего стола, потому что те, кто не видел, как работает видеоконференция, система оценивания, сегодня Ольга Алексеевна все продемонстрировала. Поэтому я думаю, вы разберетесь уже, посмотрев тот вебинар, где можно увидеть, как организовывается конференция, и уже остальное вы спланируете самостоятельно, собственно, по своим критериям. Есть ли у вас вопросы, уважаемые коллеги? В чате, если есть вопросы по аттестации, я бы хотела их увидеть. Если все понятно, это будет замечательно. Елена Анатольевна, спасибо, очень приятно. В любом случае, вы должны все это за время летнего отпуска, который у многих, он будет таким рваным, да, кто-то пойдет на ЕГЭ, поэтому и будет возможность все это посмотреть. Кстати, я здесь предлагала также, например, как открыть ученикам две вкладки, например, тоже вы можете ее скачать. Это, опять же, мои чисто наработанные материалы, которые у меня еще сохранились, и я до сих пор своим коллегам, которые работают, стараюсь, но они меня запрашивают, я делюсь с ними, и они помогают вот именно в работе с родителями, с детьми, которым нужно что-то где-то правильно открыть, как-то это все организовать. Поэтому, если у вас какие-то вопросы по данной теме будут возникать, вы нам пишите, обращайтесь через личные сообщения, через те пикты, которые заложены в структуру интернет-уроков, да, в наших курсах, методическую службу, и лично мне также можете писать, и я постараюсь вам, ну, чем могу, помочь. Именно если мы все останемся... Есть ли образцы инструкции в МЭО, и где их можно найти? К сожалению, образцы... Нет, инструкций в МЭО нет, потому что это чисто, скажем, мое изобретение, моих учителей, которые ранее со мной работали, но если вам они необходимы, я эти инструкции могу вам выслать. Вы тоже так же сможете ими воспользоваться. Кому они необходимы, можем вам прислать. Так, на почту. Хорошо, ну, вот у нас Ольга Алексеевна займется на этой неделе, на следующей неделе, и я ей все свои инструкции, которые использовала сегодня в презентации, именно в формате Word, предоставлю, и она вам всем отправит, кому они необходимы, используя наш сегодняшний чат. Поэтому те, кто в чате написал, мы всем их отправим. Да, Ольга Алексеевна? Ну, единственное, что напомним, что скачать презентации можно самостоятельно, вы можете на черную папочку в правом верхнем углу нажать, они там доступны для скачивания, то есть вы уже прямо сейчас можете пользоваться презентациями, если нужно. Ну, то есть те инструкции, которые я здесь не опубликовала, хорошо, я их все вышлю Ольге Алексеевне, и она в общей рассылке, по тем электронным адресам, под которыми вы сегодня зарегистрировались на вебинар, она вам их отправит. Да, вот некоторые уже почту написали. Всем спасибо за сегодняшнее участие на вебинаре. И все равно, в любом случае, давайте попробуем еще все-таки, я запущу опрос, и попытаемся оценить сегодняшний наш вебинар в плане полезности, потому что мы все равно пытаемся организовать такие вебинары, которые пригодятся именно в практической деятельности каждого педагога, в своей профессиональной деятельности. Сегодня, да, у нас были и люди, которые впервые используют мэл, которые собираются только его использовать, но большей частью сегодня все-таки принимали участие, которые уже работают с нами больше полугода. Радует, что вам сегодняшний вебинар был полезен, и будем стараться, опять же, учитывать ваши интересы, ваши запросы, вы нам их присылайте, и мы будем организовывать именно такие вебинары, которые действительно вам будут необходимы в вашей профессиональной деятельности. Всем спасибо. Благодарим, коллеги, за работу активную. Почему-то вот нет сегодня... Ольга Алексеевна, не видно, да? Я нажимаю «Публиковать опрос». Не опубликовывается. Нет, да? Ну вот сегодня «Мирополис» почему-то не дает эту вещь продемонстрировать. В любом случае, я вам еще раз их демонстрирую, как вы сегодня ответили. Мы очень рады, что вы ответили 95%, что сегодняшний вебинар вам был интересен и полезен. И по одному проценту у нас нет, и затрудняюсь ответить. Всем спасибо за внимание, за вашу активную работу на вебинаре. Всем всего доброго. До свидания. Всего доброго, коллеги. До свидания. Материалы все отправим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok